Три человека пострадали в Харькове во время акции по блокированию Сбербанка. Радикалы сначала замуровали банковское отделение, в котором находились люди, а затем забросали булыжниками полицейских и нацгвардейцев. Все подробности в материале. В Киеве у стен Сбербанка радикалы утром установили палатки. Собравшиеся объявили. Их цель окончательно заблокировать работу российских банков в Украине. В Харькове действовали еще более радикально. В 7 утра заложили входные двери в Сбербанк кирпичами. То, что внутри были сотрудники и посетители. Около 20 человек протестующих не смутило. Стеклянный фасад банка разукрасили краской. У входа поставили бочку, разбили палатку и демонстративно уселись дежурить. С комфортом на кожаных пуфах. Свою акцию объявили бессрочной. Мы проводим бессрочную акцию под названием «Русбанк Овер». Что это значит? Мы говорим о том, что это банк, который принадлежит России. И ряд других банков, которые принадлежат России, это элемент гибридной войны. То есть он влияет на экономику Украины. И, в принципе, это недопустимо. Это, так сказать, жалкое зрелище. И если весь мир пытается, ну, и говорит о каких-то санкциях, то на Украине это все не действует почему-то. Сотрудники банка вызвали полицию. Но когда радикалы попытались попрепятствовать силовикам, тем пришлось применить спецсредства. Теперь нападавшие заявляют о нескольких пострадавших. Полиции сообщили, госпитализирован один из бойцов нацгвардии. Ему прямо в лицо брызнули слезоточимым газом. В больнице у пострадавшего диагностировали серьезные травмы, химический ожог, роговицы глаз и ожоги лица. В ответ на призывы и обращения, чтобы прекратить действие, нецензурная брань, угрозы, провоцирование акций, плод нарушение разрешенной дистанции и все остальное. Были нанесены поражения спецсредством, зазового баллончика было залито лицо. Ближе к вечеру радикалы снова предприняли попытку прорваться к банку. Разбирали брусчатку и швыряли камнями полицейских и нацгвардейцев. Силовикам удалось отбить штурм. Александр Яновский, Светлана Шекера. Подробности телеканал Интер. Автор этого материала Светлана Шекера прямо сейчас с нами на связи из Харькова. Светлана, добрый вечер. Расскажи, как развивалась эта ситуация в течение дня и что к вечеру? Были ли еще столкновения? Добрый вечер, Наташа. Сейчас возле банка уже все тихо. После того, как около шести вечера одного из пострадавших увезла скорая, ситуация успокоилась. Представители национального корпуса в основном разошлись, а те, что остались, усели свои импровизированные кресла. Сейчас они, вот можно видеть, сидят, греются возле бочки, слушают музыку и уходить не намерены. Потому что они назвали свою акцию бессрочной и будут находиться здесь до тех пор, пока банк полностью не прекратит свою работу. Силовиков, правоохранителей стало здесь по сравнению с тем, что было днем, гораздо меньше. Они разъехались. И сейчас по улице Донецка-Харжевского, где находится отделение Сбербанка, уже ездят машины. Возле банка находятся несколько десятков радикально настроенных молодых людей. Примерно столько же полиции, хотя мы видели, что на соседней улице все-таки дежурят автобусы с подкреплением. Но остаемся здесь и мы следить за развитием событий. Студия. Спасибо, Света. Светлана Шакера об акциях возле Сбербанка в Харькове. Спасибо.